что нам нужно сделать. И первый вопрос, который я адресую Сергею Чуглазеву, я готовясь к этой сессии, прочитал целый ряд интервью и работ Сергея Юрьевича, которые направлены как раз на то, что у него есть своя точка зрения, как нужно изменить экономическую политику правительства России для того, чтобы быть наиболее успешными. Спасибо, Герман Оскаревич. Я скажу, может быть, вначале банальную вещь, но она выглядит как неразрешимая проблема. Первое, что нужно сделать, это во всей нашей системе управления и государственной, и частной поднять ответственность. Ответственность лиц, которые распоряжаются ресурсами, принимают решения и как-то эту политику формируют своими действиями во всех сферах нашей жизни. Мир переходит к новому технологическому укладу. Это колоссальные структурные перемены, которые требуют очень серьезных усилий, в том числе со стороны государства. Это время неопределенности, которое нужно снимать через субсидирование НИОКРОВ. Это и через льготную амортизацию. У нас резервы здесь огромные, до 5 триллионов рублей. У нас сегодня может быть через амортизацию запущено в инвестиции. Это период неравновесности. Для перехода к новому технологическому укладу требуются большие инвестиции. Норма накопления должна быть повышена как минимум в полтора раза, и такие возможности у нас с точки зрения нормы сбережения есть. Это фактор большущей неопределенности и неравномерности. Новый технологический уклад растет с темпом 35% в год. И очень важно понимать, где эти точки роста. И здесь без стратегического планирования, увязанного с институтами развития и с системой гибкого, дешевого, долгосрочного кредита, нам не обойтись. Сергеевич, спасибо большое. Я о чем хотел бы попросить коллег. Знаете, есть такой старый анекдот про двух физиков, которые сидят в баре. Они хорошенько выпили, мимо них идет симпатичная девушка, и один другому говорит, посмотри, какое интересное сочетание атомов движется. Вот иногда разговоры экономистов мне напоминают подобного рода вещи, чтобы они переходили совсем на профессиональную терминологию, чтобы мы были понятны еще окружающим. Слово монетарная политика или стерилизация лучше не использовать, потому что не все понимают, что это такое. Итак, Сергеевич, я записал пять тезисов. Первое – это поднять ответственность. Вы считаете, что это вопрос номер один. То есть, я перевожу это – поднять эффективность работы государственных органов, всех государственных органов. Не только государственных, но и частных тоже. Понимаете, когда у нас возникла офшорная экономика, через которую укачается 85% инвестиций, это тоже вопрос ответственности частного бизнеса за соблюдение правил регулирования, за уплату налогов и так далее. Соблюдение ответственности частным бизнесом – это все-таки опять вопрос эффективности органов госвласти. Либо правила неэффективны, либо органы, следящие за этими правилами, неэффективны. Ну, как вы посвятовали, просто. Ну, воровать не надо, иным словом. И обманывать не надо государство. Окей. Понимаете, я пример приведу. Это очень важный момент. Вы помните, когда в ситуации кризиса финансового три года назад государство открыло печатный, запустило печатный станок и проимитировали порядка двух триллионов рублей на антикризисные меры? Значит, банкирам сказали, мы даем деньги не на спасение банков, мы даем деньги для того, чтобы банки сохранились, но при этом деньги должны быть доведены до реального сектора. В итоге мы получили падение машиностроения на 40%, потому что не были они доведены до реального сектора. А банки, сыграв на падение курса рубля, на валютных спекуляциях получили около 300 миллиардов рублей прибыли. Вот о чем идет речь. Если мы договариваемся работать по какому-то стратегическому плану, каждый должен отвечать за свою честь. Окей, Сергеевич, я про банки оставлю ремарку в стороне. Итак, поднять ответственность и корпоративного, и государственного сектора. Дальше, планы для госкорпорации, отдельно госкорпорации, поднять ответственность и эффективность госкорпорации. Третье, это изменить монетарную политику. Это отдельная тема, думаю, что стоит, наверное, о ней поговорить. Слово монетарная политика меняем на денежную. Снизить ставки по кредитам и новый технологический уклад. Новый технологический уклад, это тоже такая штука. Я думаю, что лучше оставим этот термин в покое, потому что новый технологический уклад, постиндустриальная или индустриальная революция, это очень такая специальная тема. Давайте попробуем как-то более-менее понятным языком все-таки сказать, что мы имеем в виду под новым технологическим укладом. Я поясню, Герман Скорпионович. Значит, это всем уже хорошо, я думаю, в зале известно. Комплекс технологий, который сегодня поднимает экономику, информационно-коммуникационные, биоинжиниринговые и нанотехнологии, растет с темпом 35% в год. Это так же, как 50 лет назад, в период предыдущей структурной перестройки, возник комплекс информационно-коммуникационных технологий, который рос 20 лет с темпом 25% в год, выступая локомотивом экономического роста. Так вот, если мы не будем об этом говорить и как-то оставим в покое, то, я боюсь, жизнь нас оставит покойниками, если мы этого не будем делать. Анатолий Борисович сидит в живое свидетельство того, что правительство не только говорит, но и что-то делает в этом направлении. Все-таки мы говорим о том, что нужно изменить. Правительство очень много на эту тему говорит. Что нужно изменить для того, чтобы этот новый технологический уклад возник? Финансировать нужно. Финансировать. Окей. Все вопросы к Антону Германуще тогда. Хорошо.